Ну вот, друзья, что такое боли? Боли это неотступно следовать своим целям. Не хочу будить никого, поэтому разговариваю тихо. Сядь в деревне спит еще, а я, как всегда, могу на тренировку. Хотя сегодня, а вообще-то суббота, выходной, главное не ломать своих намерений. Боли превыше всего. И тогда все результаты будут замечательными, а цели будут непременно достигаться. А что же такое воля? Воля это именно то, что по-настоящему принадлежит человеку. Ни талант, ни удача, это не является тем, что человеку принадлежит по-настоящему. Оно либо дано ему извне, или вообще дано попользоваться. Нет, даже талант. А воля это истинные достижения. Самое настоящее. То есть то, которое у человека добивается сам. То, что является, то заслугой. А как ее формировать? Одним единственным только способом. Это целенаправленным, самоследованием, идеалом, идеалом тому, что должен. Вот человек понимает, что что-то правильно. Он должен неотступно делать это. То есть должное. Он должен делать. Потому оно и должное. Он знает, что правильно чистить зубы с утра. Он чистит зубы с утра. Он знает, что что-то правильно. Там посуду мыть за собой. Он это делает. И вот в таких мелких делах и формируется воля. Многие говорят, что это привычка. Да. Формирование воли это тоже привычка. И только тогда, когда человек умеет делать то, что не очень-то нравится ему, но то, что он считает правильным, и закаляет по-настоящему характер и дает ему железную волю. Поэтому и на выходных я не ломаю свои намерения. Я знаю, что мне надо идти заниматься. Вернее, что не надо мне идти заниматься. Мне вообще не надо это. Я просто хочу достичь каких-то целей конкретных. И понимаю, что правильно делать вот так. И делаю. А то, что другие это не делают, сейчас придумал, где он там будет абсолютно пусто, дает мне некое преимущество. Ну, это неплохо, да, сказать, как иметь преимущество. Вообще, когда бежишь не в ту сторону, куда бегут все, но знаешь, что делаешь это правильно, ты непременно будешь первым всегда. По крайней мере, в этом направлении. Поэтому, почему не воспользоваться преимуществом таким? Так что, друзья, еще раз говорю, формируйте, узнайте, что надо заниматься. Потому что мне вопросы часто задают. А вот как там надо вставать там рано? А как мне вот начать, вот как мне себя заставить там заниматься? Не надо заставлять. Не надо заставлять. надо просто сформировать намерение. Кто-то называет это мотивацией. Я называю намерение. Потому что Карлс Кастанеду своим прочитал, мне понравился этот термин. Вот. Не просто делайте то, что считаете правильно. И каждое вот такое делание правильное расценивайте не как над собой победу, а как шаги к формированию воли. А человек, у которого сильная воля, у того большая внутренняя сильная. Он сюда добивается своих целей. Ставит какие-то задачи, планы и их обязательно достигает. Вот и в отношении с тренировок или коррекции веса или чего-то еще никогда не начнет сам человек формировать нормально свое тело, корректировать, худеть, или никогда не начнет он сам заниматься по-нормальному, если он не может с таких начать простых вещей, как ну ежедневно взять себе за правило просто вставать в определенное время. Вот с мелочей нет такого, что вот в мелочах-то я буду ну не очень последователь, но в крупных делах там я там смогу, нет, это все ерунда, это все равно как человек будет говорить. Не, ну бегаю-то я плохо и заниматься буду мало, но когда мне жизненная ситуация приспичит и мне надо будет там догнать вора или побежать от хищника и что-то еще вот там я соберусь и как чемпион мира даже быстрее пробегу. Ерунда. Ерунда. Масса шагов так ведет к успеху именно мелких и нету мелочей. Все крупное. Из мелочей формируется крупное. Не делайте мелкие шаги, не достигните больших результатов. Вот это надо понимать. а я уже подхожу к стадиону вот он кстати стадион и начну тренировку свою сейчас. А вам друзья советую тоже ввести в ежедневную практику вставать рано утром. Это не мазохизм. Нет. Вы сами понимаете прекрасно абсолютно и большинство людей на уровне понимания знает, что очень хорошо вставать рано. Кто рано встает тому бог дает, кто рано встает там т т т т т т т очень много пословиц мудрости действительно которые говорят о том что очень хорошо вставать рано. Но мозг какую-то дает на договорку говорит кто рано встает тот целый день зевает и хочет спать кто рано встает тот всех бесит с утра кто рано встает тому нечем было лучше заняться то есть это уже психотерапия в виде хохмы там поржали и типа все нормально и решили поспать дальше а на самом деле все прекрасно понимают что хорошо вставать рано и правильно вовремя ложиться сидя в соцсетях где-то там еще но этого не делают надо с этого начать с этого начать надо научиться вставать рано и ложиться вовремя тоже сожнать на рано вообще очень хорошо именно летом привязать к световому дню все это дело рано солнце встает вставать и рано сама природа дает нам те ритмы в которых ну следует жить зимой сложнее конечно потому что очень поздно солнце встает и рано садится поэтому именно лето тот самый период когда замечательно можно начать формировать правильные привычки рекомендую а я начинаю свою тренировку удачи друзья удачи 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 Продолжение следует...